Здравствуйте, я Веста Анастасия и Суворовья Елизавета представляем вашему вниманию доклад на тему особенностей личности юноши и девушек, выполненный под руководством профессора доктора медицинских наук Александра Анатольевича Зайченко. Актуальность гендерных исследований на современном этапе развития общества обусловлена целым рядом феноменов и факторов, изменением гендерных стереотипов и полуролевых взаимоотношений в обществе, более активным участием женщин в различных видах профессиональной деятельности, обострением проблем брака, разводов, одиночества в России, ростом числа психических, психосоматических, сексуальных расстройств, в том числе и на почве неадекватной психосексуальной идентичности. Про все многообразие приведенных исследований стоит отметить, что большая их часть посвящена изучению возрастных особенностей становления гендерной идентичности в подростковом возрасте. При этом юношеский возраст, как не менее значимый этап гендерной идентификации, остается малоизученным. Целью данной работы является выявление особенностей личности юноши и девушек, студентов из ГМУ имени Разумовского. Нами были исследованы 31 юноша и 53 девушки, студенты из ГМУ имени Разумовского. Возрастные различия между группами не достигают уровня статистической значимости. Для расчета личностных показателей нами был использован пятифакторный личностный опросник в методике диагностики пяти базовых черт личностей. Также нами был использован опросник темперамента и характера Роберта Клонинджера для описания генетически заданных четырех черт темперамента и социально обусловленных трех черт характера. Для диагностики типа акцентуации личности нами был использован опросник Леангарда. Для экспресс-оценки психической адаптации личности нами был использован опросник Minimult. Кроме того, была проведена диагностика компонентов темперамента по Шелдону. Для диагностики агрессивных и враждебных реакций человека мы использовали личность на опросник агрессии Басса Перри. Обработка первичных данных проводилась с помощью программы «Статистика-8». Мы проводили проверку нормальности распределения признаков в случае соответствия распределения Гауссова-Кривой, рассчитывали средние арифметические и ошибки исследованных параметров. Проводили оценку статистической достоверности результатов с помощью критерии Сьюдонда и уровня значимости. Для характеристики индивидуальной изменчивости рассчитывали коэффициент вариации. Результаты исследований по пятифакторному личностному опроснику получились следующие. Фактор нейротизм выше у девушек, чем у юношей. То есть девушки в значительно большей степени демонстрируют эмоционально-вегетативную лоббильность, неустойчивость к стрессовым ситуациям и худшую адаптацию. Фактор согласия выше у девушек в сравнении с юношами. То есть девушкам в большей степени свойственно дружеское расположение, сотрудничество, зависимость и принятие индивида группы, альтруизм. Индивидуальная изменчивость факторов нейротизма и согласия у юношей и девушек отличается незначительно и может рассматриваться как средняя для фактора нейротизм и значительная для фактора согласия. Результаты по опроснику темперамента и характера Роберта Клонинджера следующие. Из четырех свойств темперамента и трех свойств характера лишь свойства темперамента избегания вреда статистически достоверно выше у девушек по сравнению с юношами. То есть девушки демонстрируют черты тревожного круга, тогда как у юношей беззаботность, оптимизм и готовность к риску. Индивидуальная изменчивость свойств темперамента и характера как у юношей, так и у девушек может рассматриваться как значительная. Результаты исследования по опроснику Леонгарда получились следующие. Эмотивность выше у девушек, чем у юношей, то есть девушкам свойственна чрезмерная ранимость, они глубоко переживают малейшие неприятности и излишне чувствительных замечаний. Экзальтированность выше у девушек, чем у юношей, то есть девушкам в большей степени свойственна высокая контактность, славоохотливость, влюбчивость. Тревожность выше у девушек, чем у юношей, то есть девушкам характерен пониженный фон настроения, опасения за себя, близких, хробы с неуверенность в себе. Демонстративность также выше у девушек, чем у юношей, то есть девушкам в большей степени свойственны легкость в установлении контактов, стремление к лидерству, жажду власти и похвалы. Индивидуальная изменчивость акцентуации, эмотивность и экзальтированность у юношей и девушек отличается незначительно и может рассматриваться как значительная. Индивидуальная изменчивость акцентуации, тревожность и демонстративность у юношей и девушек отличается значительно и может рассматриваться как значительная. Результаты по опроснику минимульт следующие. Ипохондрия выше у девушек, чем у юношей, то есть девушки в сравнении с юношами более медлительны, пассивны, безинициативны, склонны принимать все на веру с покорным отношением к власти и авторитетам. Психостения выше у девушек, чем у юношей, то есть основной характерной чертой девушек является конституциональная предрасположенность к возникновению тревожных реакций. Шизоидность выше у девушек, чем у юношей, то есть девушкам в большей степени, чем юношей. Юношам свойственно сочетание повышенной чувствительности с эмоциональной холодностью и отчужденностью в межличностных отношениях, эмоциональная холодность, необычность мыслей и поступков. Индивидуально изменчивость свойств личности ипохондрия, психостения и шизоидность как у юношей, так и у девушек может рассматриваться как значительная. Результаты диагностики компонентов темперамента Пашелда на следующий. Самототония выше у юношей, чем у девушек, то есть юношам в большей степени, чем девушкам, свойственна любовь к физической активности, риску и приключениям, предприимчивость и настойчивость, храбрость и агрессивность. Цербертония выше у юношей, чем у девушек, то есть юношам в большей степени свойственна необщительность, скрытность и застенчивость, интенсивная мыслительная деятельность, склонность к рефлексии и самоанализу. Индивидуально изменчивость компонентов темперамента самототонии и цербертонии у юношей может рассматриваться как средняя, у девушек как значительная. Результаты по личностному опроснику агрессии Басса Перри следующие. Из четырех показателей агрессивных и враждебных реакций человека лишь показатели физической агрессии на самом высоком уровне статистической значимости преобладают у юношей. То есть юноша в большей степени, чем девушки, прибегает к использованию физической силы против другого лица. Индивидуальная часть показателей физической агрессии у юношей и у девушек отличается незначительно и может рассматриваться как значительная. Таким образом можно заключить, что для девушек в большей степени, чем для юношей, свойственны такие черты, как эмоциональная неустойчивость и лобильность, тревога, склонность к чувству вины и беспокойству, чрезмерная чувствительность, немотивированное опасение, неуверенность в себе, а также сотрудничество, альтруизм, доверчивость, легкость в восстановлении контактов, стремление к лидерству и эмпатийность. В то время как для юношей в большей степени, чем для девушек, характерны такие черты, как уверенность в осанке и движениях, любовь к физическим нагрузкам и приключениям, повышенная скорость реакции, потребность доминирования, скрытность чувств, эмоциональная сдержанность, агрессивность, непредсказуемость поведения, склонность к риску.